Привет, зал! Похлопайте те, кто сегодня, так сказать, почистил зубы, как и я. С того участка сливы воровали, с того я почему-то выдергивал свеклу зачем-то из земли. Сейчас, вот здесь мы сарай сожгли. Сарай сожгли? Да, вот на этом месте был сарай. Возможно, благодаря этому был построен этот дом. И она приходит и говорит буквально следующее. А вот, посмотрите, здесь был бункер Гитлера. Я так говорю, да. Все, пойдемте дальше. На тебя давит все, как будто. Ты хочешь так, типа, чтобы... Это авторская задумка оператора. Да, мы не поняли, что надо делать. Два раза он в Копенгагене. Первое, второе место. Там вообще красота. А что он делал в Копенгагене? Бальные танцы же. Он 11 лет танцевал. Он же чемпион Санкт-Петербурга. У него говоришь, что это мама. Мы скажем, просто это прохожая женщина. Все знают про меня. Нет, вы видите, он какой скромный. А он вам сказал, что он 11 лет бальными танцами и музыкой занимался. На пианино он играет. Я это не смогу на улице подтвердить, поэтому я не буду это говорить. И английский. Придется нам где-то рояль в кустах найти. Дома у нас есть. Дома? У нас очень хорошая пианино. У вас очень хорошая пианино? Да, очень. Когда приходил не реставратор, а настройщик, он сказал, что он уже 20 или 30 лет настройщик. Он в Маринке даже работал. И он сказал, что первый раз встречает такую деку. А какой марки? Ну, это вот он мне сказал, что это из серии Стэнвэй. Но это не Стэнвэй. Это уже позже, когда он мне объяснял. Но он сказал, что шикарная. Вот уже сколько лет прошло. Ване 26 уже будет. А он настраивал. Ему было лет 5, когда он начал заниматься музыкой. И вот 20 лет мы не настраиваем, потому что уже этого человека даже нет. А может быть, как бы Стэнвэй повлиял на Ваню как-то? Не знаю, может быть. Да. Стэнвэй и стендап. Меня тоже не настраивает 20 лет. Кстати, что-то у меня была ассоциация такая. Стэнвэй и стендап. Ой. Прекрасная ассоциация. Вы что ли снимаете? Вы что, у меня в профиль нельзя? Я же вообще, я же иду с работы. Вы прекрасны, на самом деле. Вы такого мальчика. Ну, это да. Вы жили на свет. Воспитали и выросли. Ну, это моя мама. Это моя мама очень много вложила. Бабушка. Его бабушка, да. Она с ним в основном сидела. Я-то работала. А мама вот всю доброту и вот эту интеллигентность, такое, аристократизм, это мама. Пойдемте, проводим. Да, пойдемте, сейчас проводим. А вот то, что Ваня сейчас занимается стендапом, вы видели его выступление? Видела. Ну, я вот сейчас уже каюсь, конечно. Я же так ругалась, так кричала, не пускала. У порога лежала, чтобы он... А он через меня переступал и шел. Один раз даже меня вот так к стенке. Я сказал, я буду это делать и пошел. Ну, на самом деле, я вам хочу сказать, что он выделяется сейчас среди всех сосудоподобных, конечно. Да? Серьезно? А что-то вот я каждый раз, он приезжает, очень грустный. Раньше был веселый, а теперь какой-то грустный. Нет, у вашего сына абсурдистский юмор. Это то, чего очень не хватает, на самом деле, в нашей стране, в принципе. А я вот это не знаю слово. Абсурдистский? Да, абсурдистский. Ну, это, понимаете, юмор, я его называю юмор покасательный. Есть такой юмор в лоб, который пошутил и все, ха-ха-ха, а есть юморка, где надо немножечко додумать. То есть это талант. Да. Это талант. Это не каждому донос. Это вообще не каждому донос. Большое вам спасибо, мы пойдем погуляем с нашим сыном. Идите, парк, у нас такой парк красивый. Я там бывал неоднократно. Вот Ванечка же здесь родился, наверное, вот что-то ему тоже вся эта природа дала красоту. Спасибо вам большое. Ну, я тоже когда-то в молодости была съемкой. Не, ну, мам, не притягивайся все-таки, ну, что-то. Ну, не перитягивайся. Ну, все, это уже много. Нет. Ну, правда. Нет, у меня была подруга, она была в Америку. Мам, хватит, мам. Она не остановится, она же может не остановиться вообще. Я говорю, если бы я была, ну, снимала, я бы только тебя снимала. Да, спасибо. Добрый час. Спасибо. А, с наступающим вас Новым годом. Спасибо, спасибо. Спасибо большое, спасибо. У вас есть жены? Есть у меня ребенок. Вот как раз играет на пианино марки Петров. Да, да. Уходит... Ну, это уже более советское. Ходит в школу при консерватории. А, вот я его тоже хотела туда отдать. Да? Да, у меня даже была возможность, ну, как-то вот жалко было... Вернее, там надо было жить в этом, как, при консерватории. Ну, да, вот мне пришли, не помевшись квартиру купить сюда. Я не могла с ним расстаться, нет, а тогда нужно было именно жить. И я не могла с ним расстаться, поэтому не отдала. Как и сейчас, вы не можете с ним расстаться? Нет, вот в этом все это. В этом вся проблема. Я уже сегодня или вчера когда-то лежала, думала, думаю, наверное, я ему все сломала. Все. А, хорошо. Все, спасибо. Огромное вам спасибо, это так круто, боже. Так что вашим детям здоровья, и чтобы жены все были все живы, здоровы. Спасибо. И вот это самое главное. Самое главное здоровье. Спасибо. Спасибо большое. Ну, и, конечно, радости и благополучия. Спасибо. Все. До свидания. Ой, поле чудес. Слушай, это так круто на самом деле. Мы находимся в Павловске, где действительно прошло детство, юность и все остальное, Ивана Ильина. И сейчас мы просто пойдем погуляем тут в окрестностях. Скрипал, ты родился прямо здесь, да? Да, вот здесь. Прямо вот здесь? Да. Обычно, знаешь, такие бытовые мнения, что вот эти дома, они типа построены пленными немцами. Я потом уже, когда стал гидом, выяснил, что большинство этих домов никакими пленными немцами не строилось, а что это вообще советские постройки. Ты что, не знаешь про ваш дом? Я знаю только, что он сталинский и он тот сталинский. Они, ну и там потолки у нас высокие, и вот там тоже. Это общежитие, а это просто дом. И вот общежитие горело как-то раз. Всех выселили. Сгорело, но потом обратно пришло. Скажи, пожалуйста, какие у тебя самые яркие воспоминания вот именно детства, связанные с этим местом? Что ты друзьям рассказываешь, ну, как мы выяснили, не за рюмкой чая, да, а за прямо чашкой чая? Вообще, рассказываешь ли что-нибудь про свое детство? Ну, я только, если надо шутку написать, а так я особо вроде ничего не рассказывал никому. Ну, у тебя есть сейчас уникальная возможность попробовать. Ну, у тебя же... Ну, вот как, я вот так обычно, вот здесь я вот так шел и домой, и вон туда. Из школы вот так у меня путь лежал, вот так и вон туда. Также я шел оттуда вон туда в школу. Ну, я где-то у этого подъезда поворачивался и махал вон в то окно вот так. Я махал вот там. Вот так я махал, мама махала мне, ну и все, я шел дальше. А школа далеко находилась? Ну, мы можем еще... Нет, увидеть мы не сможем. Ну, пять минут. Ну, ничего, мы дойдем. Пять минут. А как ты учился в школе? Я учился поначалу без троек, а потом в девятом классе пришла тройка по русскому. В девятом? В девятом, в девятом. Ну, я и до этого, мне кажется, вообще надо было мне раньше троек ставить, но я... У меня получалось все время 3-4 за диктант. Я пунктуацию более-менее, но орфография это была ужасная. Я мог получить 2-5 даже вот так вот. А вот скажи, пожалуйста, есть такая теория, что вообще юмор, он напрямую связан с филигранным владением и знанием языка родного. Ты вот как считаешь? А я не знаю, просто я как-то когда уже... Нет, честно говоря, вот наоборот. У меня очень плохая арфа... Я говорю слова, я могу даже когда пишу шутки, я вообще непонятно, какие гласные ставлю. Просто чтобы слово было понятно, в принципе. Что за слово там? Ка-ро... Ка-ро-ва. Вот могу через е написать. Ну, просто керово так керово... Ну, что-то примерное. Корове. А в классе ты вот какую роль выполнял? Ну, знаешь, он всегда есть там, не знаю, там, плохиши, или там наоборот, такие ботаники, или там старосты, активисты, или еще что-то. Ты вот кем был? Я был таким, что меня... Был мальчик, который меня как-то это... обижал. Обижал? Причем поначалу мы были друзьями. Потом мы не поделили, по-моему, фишки. И какая-то война началась. Если из-за этого, то я очень, конечно... Я очень расстроен, если из-за этого. Ну, какие-то начались атаки в мою сторону, задирания. Мог идти пнуть меня. Я почему-то все время не отвечал. Я сдерживал себя. Мне казалось, это благородно. Не драться. То есть я не дрался. В общем, да, на самом деле. А хотелось? Ну, конечно, хотелось, когда тебя обижают, какая-то возникает... Когда человек просто идет и тебя пинает, ты думаешь, почему он тебя пинает? Значит, надо тоже пнуть. Но я как-то подавлял себе это и не пинал. Мы здесь остановились, если что-то хочешь сказать? А, вот здесь мама работает. А! Причем этого места не было. Тут было раньше ателье, а построили пекарню. И она здесь работает уборщицей. Ну, это я так просто, да, остановился по этому. А школа вообще в той стороне, да. Пойдем там перейдем? Да нет, давайте здесь перейдем еще. Я просто пытаюсь по ПДД, потому что с точки зрения ПДД на каждой перекрестке можно обозначить переход. Ты сколько классов окончил? Я 11. 11 классов и поступил... Ты, я уж прошу, ты можешь в ЛТИ, да? Да, в ЛТИ. А почему ЛТИ? Это что за призыв такой души был? Да не было призыва. Там я сдавал... Да, туда. Я сдавал технические предметы, физику, информатику, ну и зачем-то химия, просто не нравилась химия. Я хотел поступить бесплатно, потому что особо денег в семье не было. И если сдаешь техническое, там мало баллов можно, да? 189 поступить. Ну и все. И был вариант холодилка, либо ЛТИ. А в ЛТИ сказали, сразу дадите нам документы, мы вас принимаем. И мы отдали документы. Ну, конечно, я учитывал, где есть КВН. Я хотел выбрать КВН вначале. Вот это тяга. Я, кстати, поясню, что, на всякий случай, для людей не из Петербурга, холодилка – это институт холодильной промышленности. Тогда уже, наверное, университет. Там была эпоха, когда все институты стали университетами резко. А я сейчас не понимаю, в чем разница? Да ни в чем разница. Я поступал в институт имени Бочбревича, окончил университет имени Бочбревича. Ну, а в чем смысловая какая-то есть нагрузка? Да, на самом деле, университеты, это их организовывали еще до революции. Их было ограниченное количество. То есть, вообще, было ограниченное количество высших учебных заведений, где ты мог учиться. Поэтому, когда ты их оканчивал, у тебя, если ты не дебил, у тебя гарантированно обеспеченная жизнь. То есть, инженеры, они могли иметь, например, собственные доходные дома. А потом, когда уже на волне, соответственно, просвещение советской молодежи начали организовывать возможные техникумы и, в том числе, институты. Поэтому, с точки зрения образовательного процесса, никакой разницы нет. Разница была, может быть, в наследии какого-нибудь, знаешь, профессуры, или что там в университете лучше преподавать, или туда престижнее поступить, и так далее. Ну, вот Владимир Владимирович Путин, например, он окончил именно университет, а не институт. Мы прямо идем? Да, мы, ну, вообще, мы прямо идем. Да, мы, ну, что, кому? А, здесь? Шарфик. Шарфик. А, это... Я как заботливая мама о тебе буду. Спасибо. Да. По поводу шуточек и КВНа, когда... Тогда ругайте меня. А? Тогда ругайте меня. Ругать? Нет, я не хочу ругать. Я, ты знаешь, я стараюсь производить только позитив, а ругань – это деструктив. Поэтому... А мама ругала, да? Она просто не понимает, что иногда происходит, поэтому какие-то конфликты возникают. Ну, она у тебя, видишь, она у тебя очень такой открытый жизненный человек. То есть она очень общительный, очень позитивный. И, кстати, очень странно, что у нее совершенно другая манера. Ну, то есть она такая говорливая, а ты, наоборот, достаточно замкнутый. А может, это происходит с того, что я все время ее слушаю и просто наоборот, я как это восприниматель. Ну, на самом деле, ведь, ну, очень часто с женщинами, ты же не женат, да? Я не женат. Ну, вот тебе это очень пригодится в семейной жизни. Я думаю, твоя жена это оценит будущее. Потому что у женщин есть такая манера, знаешь, пилить мозг. И вот в этот момент как раз твоя манера общения, она очень спасает. То есть ты такой сидишь, там что-то происходит, происходит, произошло. Ты такой, окей, окей, все, и пошли дальше. Вот. Поэтому кто-то к этому приходит, там, с опытом или прочее, а вот это есть рожденное. По поводу шуточек. Когда у тебя началось, вот, когда вообще ты понял, что ты что-то можешь юморить и так далее? И как это проявлялось? Да не, я сейчас не особо понимаю, могу я это делать. Я просто делаю и все. Ну, хорошо, вот ты хотел играть в КВМ. Вот ты... Да, я просто хотел, мне нравилось. Но ты осознавал, что ты можешь продуцировать, генерировать что-то? Я не понимал. Просто как-то у меня интернет появился в 10 классе, по-моему. И я стал на ютубе смотреть, как люди в Сочи выступают. Есть сочинский фестиваль в январе, который проходит обычно. И там снималась камера вот такая, просто сдалека, никого не видно. Просто я видел, как люди выходят на сцену. Это в зале жемчужина происходит. И просто 500 команд, там была прямая трансляция. Я просто приходил после школы и смотрел. Мне было интересно, почему, что это такое. Какой-то поток молодежи, выходит одни за другими по 3 минуты, выступают люди. То смеются, то не смеются. Мне интересно было. А потом я видел команду по телевизору, которые там 20 команд всего. И вот мне интересно было, как этот процесс отбора проходит. И я вообще хотел в эту кухню попасть как-то. Ну и вот, я-то понимал, что как-то это в универе происходит. Значит, надо найти универ, где есть КВН. Вот был такой вариант. Еще бесплатно учиться, я думаю, прикольно. Ну, Лыти в этом плане, кстати, он уже ветеран. Там еще была такая студенческая весна, еще в 60-х годах. Вообще есть версия, что понятие оттепель, вообще направление вот этой оттепель хрущевской, она началась в Лыти. Вот, поэтому ты с этим как бы не прогадал. Хорошо, ты поступил в университет. Как тебе вообще, как ты коммуницируешь с окружающим миром? Ну, то есть ты поступил, новые люди, да? А надо делать КВН. То есть тебя нашли, ты как-то чего-то начал организовывать. Была лекция какая-то, буквально, первых двух недель. Разошла девочка, какая-то старшекурсница, говорит, кто хочет на КВН, запишитесь на листочек. Там передали по рядам. Я сидел с мальчиком, мы только познакомились. Я говорю, я буду записываться. Он говорит, оказалось, что мы в одной группе. Он говорит, я тоже запишусь. И вот мы там вдвоем с Лешей Артешкиным начали играть. И там какая-то команда образовалась. То есть там очень налажено все в Лыти. И очень хорошее взаимодействие с студентами, чтобы люди, кто хотел, попали, попробовали. Если понравилось, остались. Какие этапы были? Ну, ведь прежде чем попасть на первый канал, нужно пройти определенные вещи. Сначала начали за универ играть. Образовались какие-то люди, которые хотели. Было человек 10, наверное. Потом как-то кто-то стал уходить. И в конечном итоге, вот, вообще 5 человек, которые из моего университета, которые мы вместе играли. И мы позвали девочку, которая с нами параллельно играла, но в другой команде тоже мы вместе, примерно, начинали играть. Есть такой мезвузский чемпионат КВН. Да, да. Вот и там, собственно, мы все варились. Ну, и ездили по лигам. Сколько? Мы лет 5 ездили по Амиковским лигам. Есть вот телевизионные лиги, а есть лиги, которых в России очень много. Они не телевизионные. Есть официальные, масляковские, которые тоже как-то к структуре привязаны. Есть просто вот типы межфаков всяких. Я правильно понимаю, что мы сюда и нем? Так, это садик. Это садик. Ты сюда ходил? Я сюда ходил после школы. Мы лазили на участки вокруг садика. Вот на эти участки, да? Да, но это мы вообще не по чем занимались. Мы воровали, ну, это можно сказать, наверное, воровали. Мы с того участка сливы воровали, с того я почему-то выдергивал свеклу зачем-то из земли. Слушай, ну, это нормально. Я тоже в совхозе ручьи тырил капусту с полей. Зачем, не знаю, проносил такие тюки домой. Мы ее там квасили, но ее все равно оставалось слишком много. Мы даже не квасили. Я помню, мы просто так заглянули, что-то торчит из земли. Надо перелезть, вырвать. Собака уже бежит на нас, мы перелазим. И дальше мы просто, по-моему, эту свеклу об дерево разбили и были довольны. Это сколько лет было? Ну, не знаю, класс 11, наверное. Класс 11? Да нет, ну, пятый, пятый, наверное. А школа-то где, там? Школа вообще вон туда. Да. Пойдем. Наверное, так. Хорошо, поездили вы по этим лигам. Кто, ну, то есть, вот материал для вашего поступления, да, он все-таки как рождался? Кто там был главным продуцирующим элементом юмора? А, ну, все там, у нас это такая команда, что без всех невозможно написать. Но ты же все-таки, когда вы уже... Нет, я не говоришь, я не хочу, что... Я хотел бы торопиться. Не-не, сюда не поедет, тут кирпич. Все-таки вы же когда выступали, ну, вот уже в телеящике, ты был на первых ролях. Это просто так получилось до, вот, все пять лет, это так вырисовывалось, и поэтому это вот, как-то называется, концепция такая была. Это не значит, что я главный в команде, это просто мы... Люди так видят. Такой концепт. Вот здесь вы лазали, да, по всяким там, сливам и прочее? Вот на это не лазили. Вот где вот этот дом стоит, вот на тот участок, вот этот вырос дом, его не было. Это ведь садоводство или это что, или что? Я не понимаю, что это, это полоска. Потому что выглядит на самом деле как садоводство, но судя по всему, это все-таки дома с адресами, пропиской и со всеми коммуникациями. А садоводства нет прописки? Сейчас уже есть, раньше не было. Ну вот, видишь, номер дома. То есть, газ есть, я не исключаю, что там есть и водопровод, на самом деле, в этих домах. Скажи, пожалуйста, вот это появление на Первом канале, вот как оно, оно как-то повлияло на твою жизнь? Сейчас, вот здесь мы сарай сожгли. Сарай сожгли? Да, вот на этом месте был сарай. Возможно, благодаря этому был построен этот дом. Потому что иначе бы здесь был сарай просто. И они бы не рискнули его снести. Ну не при мне это было, но я уже, по-моему, перестал ходить в этот садик. Ну, так сказать, просто посещать эти мероприятия по перелазанию заборов. И в один день я прихожу, то ли, из школы, мне говорят, мы сожгли сарай. Ну, я вовремя ушел. Им ничего не было за это? Они убежали вроде, да. Пожарная машина приехала, потушился. Хулиганы! Да вообще. А вот я к тому вопросу вернусь, но просто сейчас мне навеяло. Нет такого момента, знаешь, вот иногда дети, когда вырастают в хороших, правильных семьях, вот с такими замечательными мамами, им все-таки хочется что-то побарагозить. Вот им не хватает дома этого, и они когда оказываются там, среди, не знаю, шпаны или еще кого, или даже не шпаны, а просто вот им хочется какой-то выплеск сделать. У тебя такого не было? Так может, я вот то, с чем занимаюсь, это и есть выплеск. То есть это некая такая сублимация того, чего тебе не хватало? Ну, возможно, да, потому что я, хоть я и волнуюсь, когда выхожу на сцену, но когда я на сцене, даже если я там волнуюсь, я все равно себя чувствую, бывает даже комфортнее, чем в жизни. Я как-то даже лучше понимаю, что делать, чем в жизни. Может быть, потому что есть энергообменники из зала? Бывает, не бывает. Ну, да, когда не бывает, просто некомфортно. Да, просто некомфортно. Возвращаемся. Вот появление на первом канале, оно тебе что-то дало? Так, на первом, а просто, наверное, из-за того, что команд так построен, что все хотят попасть именно, ну, какая-то есть цель попасть в телевизионную лигу. Все, когда в Сочи приезжают, это как почетно считается, и все рады этому. Ну, вот, в принципе, в целом, не знаю, что мне дало. Дало то, что мы перестали играть, наверное, вот это мне дало. Потому что пока мы играли не в телевизионную лигу, мы как команда себя прекрасно чувствовали внутри. А почему вы перестали играть? А мы перестали играть. А не знаю, что произошло какое-то. Испытание успехом. Это, значит, не успех, это, наоборот, там, как на тебя давит все, как будто. Да. Ты хочешь так, типа, чтобы... Нет, это, понимаешь, авторская задумка оператора. Да, мы не поняли, что надо делать. Нет, тебе ничего не надо делать. Тебе можно расслабиться и прочее. То есть, и все распало само собой, да? К сожалению, да. Когда мы играли вот где-то в середине своего пути, когда еще, не знаю, в центральную Рязанскую лигу ездили, мне казалось... Во-первых, мы очень хорошо общались, потому что мы что-то время проводили вместе. Из-за того, что ты приезжаешь и живешь... Ну, может быть, потому что вам нечего делить было, и как бы... Там нечего делить было. Там ничего... Ну, странно тогда. В серединах лигах там все равно люди ничего не делят. Никто ничего не получает. Я не материально имею в виду, а медийный вес какой-то. Может быть, я не знаю. Я поскольку занимал вот эту позицию, так называемую, фронтмэна команды. Да, ты же был фронтмен. Да, поэтому, возможно, я... Я поскольку говорил шутки, я реакцию получал. А люди, которые со мной играли в команде, они, соответственно... Ну, как опора была. То есть опора для шутки и еще для чего-то, чтобы шутка состоялась. Как заход. Они на заходе, я, получается, часто на добивке был. О, вот я вижу школу, кстати. О, это она. Да? Это твоя школа? Да, это моя. Ну, это старшая, есть младшая, но она подальше. Какие у тебя были любимые предметы? У меня были... Так. Честно говоря... Ну, мне почему-то химия нравилась, хотя я ее сдавал даже просто так. Хотя мне никуда не нужна была она, чтобы поступить. Почему-то мне нравилась. Хотя потом... Все. Все равно. А мама-то вообще кем тебя видела? То есть мама мечтала о чем? Она говорила, что ты занимался бальными танцами. Ты здесь занимался? Или ты в Питере? Я в Пушкин занимался. В Пушкин ездил, да. Но в Пушкин это недалеко. Вообще, как-то вот влияние парка, вот то, что там, знаешь, Павел Первый, бла-бла-бла, вдовствующая императрица, как-то вообще на тебя оказало какое-то воздействие? Нет, я вообще с ними никак не связан. Ну, ты гулял же там. Я гулял, но это просто, я не знаю, на что это влияет, видение природы и красоты какой-то эстетической. Я не знаю, на что это влияет. По идее, должно было тебя как-то сформировать. Тут же много на Спавловской людей живет. Ну, относительно. По-разному как-то влияет. Ну, да. Кто-то спевается, кто-то почему-то в КВН идет играть. Те, кто спевается, они не выдерживают силы этой красоты, просто понимаешь? Они приходят и понимают, насколько это мощное явление, и идут бухать. Бальные танцы. Те, кто-то занимался сколько, 11 лет? Ну, она что-то, наверное, приврала, я 10 занимался. И какие-то у тебя там регалии есть? Да просто, ну, в маленьком возрасте что-то было, я вроде как-то, во мне было что-то такое, а потом я что-то, переходный возраст был у меня, я замкнулся, а это там все-таки такой процесс, что надо эмоции выражать. Тем более на высоком уровне и на возрасте уже надо, все хотят личность видеть, которая танцует, а у меня наоборот был какой-то, вот я как сейчас выступаю с таким лицом примерно я, по-моему, танцевал в последнее время. Я его перенес сюда, я нашел, где лицо это применить, короче. Я его подставлял в разные контексты и он наконец-то попал. Такой, вот сюда, здесь это интересно. Если говорить про мир стендапа, ты вообще как себя в нем ощущаешь, видишь ли ты в нем какую-то свою роль и вообще в твоем понимании есть сейчас какие-то градации? Как бы ты охарактеризовал этот мир стендапа? Потому что сейчас, ну вот, это главный тренд нашей жизни. Я имею в виду по части стриминга на ютюбе и вообще во всем. Много, да, его? Да, мягко говоря, много. Сейчас как бы, если раньше все были фотографы и дизайнеры, то теперь все стендаперы. Так, ну я не знаю, я просто как, делаю что-то, иногда что-то получается. То есть я не чувствую никакой, что я какая-то значимая единица. Просто мне нравится делать, что-то получается, я эти шутки оставляю. Мне нравится процесс нахождения нас на сцене. И просто вот поэтому я, наверное, это делаю. А у тебя эти шутки, они рождаются спонтанно или как? Ты сел или ты идешь или как? Бывает, что когда-то заход придумаю, а там потом добью его. Спонтанно бывает только заход рождается. Добивка, надо подумать, посидеть. А вот то, что у тебя юмор такой, ну, я даже не знаю, как его описать, не трендовый, что ли, не такой, ненародный. Ну, он реально ненародный юмор у тебя, он однозначно не для всех. Ты ощущаешь это в зале? Слушай, не знаю даже. Просто бывает, иногда чувствую, из-за того, что я говорю, не особо громко. И это монотонно, я просто бывает чувствую, что слушают по-другому немножко люди. И там, где есть шутка, я такой смех слышу точный. То есть попал? Ну, он такой более, такой идет, как-то быстро достаточно, поскольку шутка сейчас строится так, что в конце предложения понимается она. А тебе это, ну, то есть сейчас ты только за счет этого живешь? А, да. А, нет, ничего. Деньги получаются в стендапе, в основном только за счет выступлений? Да, наверное, можно писать кому-то и там быть автором. Я не пишу никому. Сейчас. И, я так понимаю, в Москву приходится в основном ездить? Ну, не приходится, это мое желание. Я просто езжу, там есть друзья с кем, с кем общаюсь. И езде выступать. Ну, езде можно платно выступить. Тебе хватает на жизнь, то, что ты зарабатываешь сейчас? У меня просто сейчас много для жизни не надо на данный момент. Не знаю, будет ли надо когда-нибудь потом. А вообще у тебя есть какие-то там стремления, пожелания? Чуть-чуть, чего бы ты хотел там через 5-10 лет и так далее? Не знаю, хотел бы просто хорошо делать то, что делаю. Всегда хорошо, когда человек... Ну, не знаю, мне всегда нравится, например, какой-то показывают про человека, у которого своя, грубо говоря, пекарня, и он в ней 50 лет посвятил этому. Всегда какой-то, мне кажется, вот это человек точно знает, что хочет. И его все в этом месте знают, к нему приходят, потому что знает, как он делает эти булочки, знает, что он хорошо их делает, знает, что он любит это дело. Наверное, нравится именно, когда человек любит то, что он делает. И это в курсе, что... И все в курсе, что он любит как-то. Что он делает это потому, что он любит, а не потому, что там это денег приносит. А вот в этой тусовке, ну, например, если брать твое выступление в Росбаттле, я его тоже смотрел, вы же и там выделялись, я не помню, как этого парня звали, которого вы типа там обкакивали и так далее. Но у вас даже там все очень сильно отличалось от того, что вот в тех трех парах. И там было видно, что зал, он, ну, как мне показался, может быть, неправ, но он просто реально не догонял кое-где. Ну, вот мое было такое. Мы сами многое не догоняли, что вытворяем, поэтому от зала-то, что требовалось, они еще больше не понимали. А вот твое общение с коллегами по юмористическому цеху, назовем это таким битиеватым образом, оно каким образом происходит? Да не, юмористический цех нормально сказано, да, я думаю, так можно говорить. Да? Ну, хорошо. Нет, я не про это. Ну, то есть у тебя там есть какие-то такие плотные связи и прочее, потому что, ну, ты настолько отличаешься от каких-нибудь, там, тех, кто не в топе и не в топе, вот, людей, которые выходят и говорят, ха-ха-ха-ха, вот это вот все. Это кто так делает? Чуваки. Ну, я утрирую, конечно, эту гиперболу, но, я говорю, по смыслу, да? Ну, я примерно понял, но интересно, конечно. Ну, он более такой, он уходит активно на сцену, такой, берет микрофон, там, привет, зал, похлопайте те, кто сегодня, так сказать, почистил зубы, как и я. Ну, вот это вот все херню, которую, я честно, я и я, вот не вот эту, похлопайте те, я понимаю, откуда это пришло, из Штатов, да, но, как бы, тем не менее, ты вообще не такой, да? То есть, вот, это не такой, это же приемы просто, да, вот похлопать эти, кто, это просто такой... Да, это приемы, но они стандартные, понимаешь, они стандартные, и все теперь это берут как, ну, за основу. И поэтому, естественно, когда появляется человек, который как-то отличается, ну, ты не единственный, слава богу, да, там есть еще другие разные люди, у которых свои манеры, это сразу как-то выделяется и цепляет глаз, но, если говорить про какой-то, не то чтобы андеграунд в стендапе, а вот действительно, вот не такой стендап, то это вот очень узкое направление, и в этой среде мне реально интересно узнать, вот, что тебе говорят, например, ну, другие стендап-комики про то, что ты делаешь там, да, то есть, как вообще? Да, а что они могут сказать, они свое делают, я свое, ну, если что-то хорошее я сделал, бывает, кто-то скажет, о, прикольная, шутка, я такой, да. Ну, ты в этом комьюнити как-то участвуешь, нет, потому что... Видели, сейчас парень настолько подумал, что серьезная съемка, он вообще обошел вот там, он чуть ли не за забором. А у нас серьезная съемка. Нет, нет, я не спугался, он думал, что это такое-то. Едет серьезная машина, вот она точно не сделает так, как это сделал парень. У тебя вот эти тусовки есть какие-то там ближайшие там друзья или не ближайшие друзья? Или люди, с которыми ты плотно общаешься, с которыми вы решаетесь, или, может быть, там, хотите, там, быть, есть какую-то коллаборацию, бла-бла-бла, вот это все. Я сейчас плотно общаюсь с Алексеем Шумутиловым. А, да, я знаю про такого. Он проживает в данный момент в Москве. Я к нему вот летом приезжал, он мне помог перекантоваться, я у него жил какое-то время. Потом он меня познакомил с своими друзьями, он из Пскова сам, у него друзья из Пскова, там они все дружно туда, в Москву переехали как-то потихонечку. Он с ними познакомил, и я теперь вот сейчас ездил, жил у его друзей. Это Павел и Антон. То есть у тебя теперь есть база? Теперь у меня есть его друзья, он сам, ну, я вот так вот всех забираю. А, ну, вопрос, не хочешь, не отвечай. А нет, а с какой вопрос слился сейчас? Нет, этот вопрос мой, вопрос был про... С кем я общаюсь, Алексей Шумутилов, да. Да, с кем ты общаешься, как ты вообще чувствуешь себя в этой трусе, да? А знаешь, там все общаются как-то по собственному желанию, то есть оно, во-первых, как-то обоюдно происходит, как в обычном мире. Ты почему-то общаешься с человеком? Я не понимаю, ну, как, с чего это образуется? То есть я бывает, бывает кто-то вот в стендап-тусовке общаются, и ты смотришь на них, они должны с друг другом общаться. Но я не буду с ними общаться, не потому что я считаю, что они просто как-то не подходим друг к другу. Обычно, наверное, какая-то человеческая. Я вот абсолютно чувствовал, что надо посвятить этот предновогодний день, проехать, сейчас мы обратно будем ехать, стоять во всех этих пробках. Я же ехал с Острорезка, на самом деле, то есть с того конца города. Ну, правда, сейчас через СССР это все быстро делается. Единственное, мне пришлось вот груз забрать с этим. Не, да, это удивительно, что у вас это, перед новогодние дела сделаны? Ну, да, но я тоже сейчас достаточно свободный человек. У меня вот завтра будет моя, там, я ввожу экскурсию, читаю лекции, вот у меня завтра лекция про Париж. Вот я решил замутить. Про Париж? Про Париж, да. В Питере? В Питере вот я так решил. А вы просто, вы говорите, здесь могла быть, если его важно? Нет, я так не говорю. Если бы я так говорил, ко мне бы люди не ходили, и я бы не свозил уже шесть групп в Париж. Ого. Да, нет, если, вот как раз это проблема всех остальных, что вот, ну, извини за автоп, могу тебе привести пример. В Берлине, я тоже вожу экскурсии, свозил туда три группы. Там есть место, где был бункер Гитлера. Про бункер Гитлера можно рассказывать огромное количество всяких интересных историй. Там, например, была свадьба Гитлера с Евой Бравой. Да, вот, все, режиссер включился. Была свадьба Гитлера с Евой Бравой и так далее. Я туда прихожу, рассказываю массу всего про последний день Геббельса и так далее. И тут параллельно приходит группа российских туристов, которую ведет какая-то тетенька, и она приходит и говорит буквально следующее. А вот, посмотрите, здесь был бункер Гитлера. Они такие, да, все, пойдемте дальше. Я думаю, и что? И это все, как бы, вот. Поэтому нет, я так не поступаю. Я хотел сказать, что здесь вот хотели брат два снимать, но лестница оказалась слишком короткой. Серьезно? Да. Брат, это сквозная тема всех моих экскурсий на самом деле. Вот я и хотел сказать, ну да, вот здесь, ну и что, коротковатая, но он же там больше поднимался. Тут он бы только сказал, это, я узнал, что у меня, и все. И уже надо стрелять. Зачет пойдет. Ладно, если что, это была придуманная шутка сейчас. Да, это надо пояснить, потому что люди, знаешь, у нас... Ничего не снимался, никто не планировал. Вообще России сарказм, это в принципе вещи несовместимые. А это сарказм был? Ну это, нет, ну это было не сарказм, это да, это была такая шутка, но на грани. Может это было постирония? Может быть. А что это такое? Ты же знаешь, самое главное, закон СМИ, что можно говорить любую ерунду, но с уверенным видом. И тогда все будет хорошо. То есть в принципе... А, то есть наше телевидение это постирония тоже, да? Ой, наше телевидение это не то, что постирония, это постпостирония и постпостмодернизм. Я, поскольку его, честно говоря, в последнее время вообще не смотрю, ну как, я его перестал смотреть вообще лет 20 назад, но в интернете-то, конечно, ты встречаешь какие-то вещи. Вот. То я даже затрудняюсь ответить. Ну ты вот когда был на телевидении, вот, пойдем туда, да, ты вот когда был на телевидении, у тебя какие ощущения возникали? Вот ты попал в телевидение. А я начали попал в комедий батл в телевидении первый раз, это вообще мне было сколько, 18. Ну я там волновался, конечно, мы вот с другом попали, как раз, нам волнительно было. А потом уже я стал куда-то попадать. Вообще, то, что вот КВН, это вообще, я уже очень много куда я попал такого телевиденного до этого. Поэтому к КВН я уже как-то поспокойнее подошел. Хотя тоже было, как будто это вообще другое было, как будто я шел разными, разными путями, вот, с командой, и когда что-то один делал. Ну, вот понимаешь, ты не производишь впечатление человека, который, ведь задача, ну, стендап-комика и всех стендапов, набирать медийный вес. Ну, то есть нужно как можно больше везде светиться там и прочее, прочее. А ты вот как-то не производишь такое впечатление, что ты вот пытаешься вообще во все дырки залезть. Да, ну, я рад, что это как-то чувствуется, на самом деле, потому что, ну, я, да, нет такой цели. Наверное, не хочется, чтобы это производилось, это впечатление. Ну, оно и не производится, на самом деле. И более того, пойдем туда выйдем, я тебе могу сказать, что, ну, пока что тебе еще... Цель можем туда. Ну, пойдем, да. Пока что тебя еще и не все знают, поскольку я вот даже спрашивал, вот у нас был футбол в понедельник. Я вот говорил, что поеду снимать Ваню Ильина. Ну, вот, там два человека знали, остальные не знали. Но это как бы и не страшно, на самом деле. Просто к тому, что ты понимаешь, что такое тотальная популярность? То есть ты вот будешь гулять по улице, все будут на тебя смотреть, там, подходить, сфотографироваться и так далее. Ты вот сам-то как думаешь? Ты к этому готов? Надо оно тебе? Ну, честно говоря, да, это не самое... То, что когда бывают встречи вот именно такого, это всегда... Они бывали, потому что, бывает, люди узнают. И я не испытываю сверх восторга. Потому что я всегда какой-то момент... А, что мы... А можно сфотографировать? Да, можно. И я еще не особо ловкий в таких ситуациях. И мы все стоим такой... А, что? Ну, давайте. Селфи, не селфи. А, это видео. Это не... Ну, вот, короче, не особо прям. Может, из-за этого и не стремлюсь. То есть ты все-таки больше интроверт. Не знаю, наверное, если бы точно знал, что это, то бы сказал. Понятно. Ты когда учился в Литии, тебе не напряжено было мотаться отсюда? Ну, это час десять где-то, да. Но это же застрелиться и не встать, на самом деле. Как застрелиться и не встать? Или нет? Или нормально? Вот была проблема, когда я ехал на физкультуру на 8 утра. Вот это что-то мне не особо нравилось. Я один раз проспал, я сел в Купчино и проснулся на Парнасе. Я очень расстроился тогда. Потому что я еще очень хотел... Мне не нравилось ездить на эту пару в 8 утра почему-то. Это был волейбол. То есть сейчас там можно было выбрать волейбол, качалка, баскетбол и ОФП. И кто выбирал ОФП и качалку, они, по-моему, вообще не ходили. Они в конце что-то говорили, мы вот, и все, им ставили зачет. А волейбол и баскетбол, надо было ходить, там прям что-то было очень строго. И вот когда я просыпаюсь на Парнасе, я думаю, блин, все, это опять... Она еще говорила, кто опаздывает, не пускает. Я думаю, меня не упустят еще. Это вообще ради чего все было. Но она опустила меня. Я пришел и объяснял, что произошло. А в универе ты как учился, кстати? О, а вот здесь у меня подруга детства живет. О, вот здесь. Так, 4 этаж. Так, я... А смотри-ка, здесь очень странно, тоже такое... Только одно окно заменено там, видишь? Ага. То есть обычно это в коммуналках такое происходит. А здесь-то, ну, здесь вряд ли коммуналки. Здесь не коммуналки. Просто у них на... Просто у них просто на одно окно хватило денег, а на... В плане, тут же тоже вот эта пластика, и вон еще какое-то... Не, нет, вот сюда наверху, смотри, вот, видишь, там, оно какое-то... А, потому что почему, рядом? Да, да, да. Оно, наверное, потихонечку меняет. Ну, наверное, да, просто не хватило средств. Я просто, когда вожу в центре, обычно показываю, ну, то есть, что в коммуналке... А сразу видно, да, когда квартира, вот, хоп, три окна таких, например, да? Да, да, три разных окна, это коммуналочка. Так, это куда мы вышли-то? Я уж сам... Это вот... Гаражи. Нет, ну, там мало гаражов, тут вот сколько их, девять. Это мини-гаражи. А, нет, больше, на самом деле. Я, кстати, никогда не замечал гаражи здесь. Мой дом-то в какой стороне? А мой мы сейчас к нему вот зациклим, да. А, ну, все, правильно. А, как ты учился-то в университете? А, ну, вот, эта девушка зашла, я написал на бумажке свою фамилию, и после этого я стал учиться хуже. Ну, это как-то предполагало, мне кажется, что ты попадаешь к варианту с учебой и так далее. А ты вообще понимал, что, ну, то есть ты когда туда поступил, ты думал о том, чтобы потом пойти работать по профессии? Ну, то есть я просто, я, не честно говоря, я учился на, я обычно, я что говорю, я обычно говорю, что был факультет электроника, наноэлектроника у меня. Ну, я, то есть должен быть инженером факультета электроники, наноэлектроники, наверное. Ну, я, кстати, не закончил, если что. А, ты не закончил? А, нет. Я на четвертом курсе, его лицо, за месяц до диплома. Вот что КВН-то с людьми делает, да? Ну, вообще, да. Понятно. Ну, а, то есть ты когда вот в этот КВН поступил, ты же понимал, что институт, точнее, университет, это уже такое, ну, что-то прилагающееся к КВН-у? Или как? Ну, это сложно понимать, потому что те же всегда говорят, учеба – это главное. Угу. И ты думаешь, учеба – это главное. А когда я стал играть в КВН, я не понимал, что КВН – это… Ну, для меня, конечно, это было главное, КВН. Для всех нет, но, ну, я имею в виду вообще, в принципе, для мамы – это не главное. А для меня я делал, мне нравилось, я понимал, что я бы хотел связать с чем-то таким. Не с… не с работой на заводе, где я должен к 8 утра быть и до 8 вечера. А ты не пытался вот себя как-то переделать, там, не знаю, начать, пойти там… пойду заниматься боксом и стану, там, другим человеком и так далее, после бальных танцев особенно. Не было у тебя таких вот мыслей в голове. Ну, я не это конкретно имею в виду, вообще, в принципе, поменять направление. Так я же так же поменял, получается, я же… ну, да, то есть я… То есть КВН для тебя явилась сменой, то есть ты еще… до КВН-а ты еще был более какой-то замкнутый, получается. Ты ж не знаю даже, какой я был. Какой я… какой я был… Я вот плохо понимаю, что такое замкнутый, на самом деле… Что такое замкнутый? Вот, я же… смотри, я с тобой сейчас разговариваю… Да. 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 Но ты все равно скажешь, что я замкнутый, в принципе, человек, правильно? Ну, я бы сказал, что ты такой, знаешь, менее панибратский. Потому что есть такие люди, которые… Ванек, пойдем, слушай, как бы дернем. Ага. Вот. Ну, ты вот не такой человек. Я тебе могу привести пример. Ко мне, кстати, вот, привет. Ко мне приехал вчера или позавчера знакомый. Мы были с ним в пианинском лагере. Он меня узнал на ютюбе. Прислал мне фотку, где мы вместе, где нам там, я не знаю, просто мы еще шипзики. И вот он приехал, и вот он такой, все. А у нас только по стрельбе. А я… Вот здесь девочка живая или живет, которая мне в школе нравилась очень. А как ее зовут? Ну, она, по-моему, уже замуж вышла. У нее ребенок. Ее зовут… Ее зовут Катя. Катя. Передадим Кате привет. Вот такой красивый был наш… Ванюша. Ну, посмотрите. А вот иногда считается, что если ты там с какой-то девочкой танцуешь, то у вас это любовь. Такое было? Нет. Ну, у нас не было. Я, честно говоря, делал всевозможное, что у меня не было никаких любви в этом возрасте. Не знаю, мне казалось, что… Я просто смотрел вокруг, и все встречались, а потом расставались. И мне казалось, что у меня будет так же, и я не хотел расставаться. Поэтому я и начинал встречаться. А где друг живет? А вон он там, он там живет. Вот в этом доме. Он футбол хорошо играет. А ты футбол играешь? Я играю, но хуже, чем он играет. Он играет за питерское «Динамо» вроде. Ничего себе. Ну, это говорит, а… Не знаю, сейчас играет за него, но когда мы общались, сыграл. Так вот, по поводу питерской интеллигенции. Ты вообще как, вот, если тебя таким образом назвать, как ты к этому относишься? Я не знаю, я просто… Ну, это все такое, какой-то стереотип, что… Ну, то есть куча… Настолько вот много людей, что как-то их охарактеризовать, что вот это сразу Петербуржец, а это Москвич, я никогда не смогу попасть. Да? Угу. Некоторые люди, знаешь, по Гобру… А, ну, ты, наверное, совсем крайне, типа, если человек из Сочи и из Питера. Такое, вроде, там гэковит немножко, да? Ну, чуть-чуть. Меня иногда говорят, что у меня и питерский акцент, а некоторые говорят, что у меня, наверное, московский прононс, а какие-то там гласные, как-то не так тяну. Я в этом разбираюсь, но тем не менее. Ладно, Ваня, большое, во-первых, спасибо за то, что с Аказией мы, наконец, оказались в Павловске. Во-вторых, я надеюсь, что у тебя будет расти все то, что ты делаешь. Угу. Ну, может быть, не в геометрической прогрессии, но тем не менее. И крайне надеюсь, что все-таки у тебя с девушкой как-то все срастется. Попробуй что-нибудь. Попробуй, да, что-нибудь. В следующем году у тебя все по-прежнему. Ты планируешь уступление? Ну да, дат нету. У тебя есть какие-то ресурсы, которые можно указать в описании, куда можно заходить и узнавать информацию о том, где ты будешь уступать, когда, во сколько? Ну, в инстаграме бывает выкладочет. Тогда разместим ссылку на инстаграм. Наверное, да. Пока вы рассматриваете тут мою рожу в разных эпостасях и в разных локациях, предваряющую грядущий сезон, хочу сказать, что вас ждет возобновление экскурсий. 21 февраля в Петербурге состоится экскурсия блокады Ахматова и Дягилев. Мы будем гулять вдоль фонтанки 27 дворы Лиговки и Слобода Ямщиков. 28 будет необычная экскурсия. Мы будем гулять по Пискаревскому мемориальному кладбищу и я там буду рассказывать все, что я об этом думаю. Также в продаже есть остро-социальный роман «Корень» и путеводитель «Невский с перцем», который вы можете приобрести как у меня на сайте, так и после экскурсий. Хочу сказать, что совместно с компанией «Ркомедия» я запускаю новый канал, он будет называться «Истории с перцем». Это будет тот самый формат краеведческих интервью с различными известными личностями. Ну и, собственно, первый выпуск вы уже можете там посмотреть. Все интересующие вас ссылки, точно так же, как ссылки на соцсети Ивана Ильина, вы найдете внизу в описании под этим выпуском. Ну, на этом все, друзья мои. Оставляйте вот там ваши комментарии, подписывайтесь на инстаграм Ивана, задавайте вопросы, пишите. Увидимся в следующих выпусках. Пока! Марк! 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 Марк!